Грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Во Владимире слушается дело Александра Королёва. Бывшего директора Владимир Теплогаза обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, Александр Королёв подписал незаконные приказы о выплатах себе и ещё 14 сотрудникам Владимир Теплогаза. Общая сумма ущерба, как уточняет обвинение, более 8,5 миллиона рублей. Судья разрешил снимать только подготовительную часть заседания. Поэтому некоторые комментарии участников процесса мы можем предложить только в аудиоформате. Королёв, являясь должностным лицом, используя своё служебное положение, присвоил денежные средства Владимира Теплогаза в сумме 1 миллиона 594 тысячи 90 рублей 53 копеек, а также растратил денежные средства общества в сумме 7 миллионов 242 тысячи 49 рублей 55 копеек, путём их выплаты для этим лицам, а шли соответствующих перевод на их счета. Подсудимый с такими выводами обвинения не согласен. Александр Королёв заявил, закон нарушен, не был, а все премии выписывались с учётом требований нормативно-правовых актов. Государственный обвинитель говорит, что я нарушил какие-то требования. В то же время, если внимательно посмотреть, там прямо чётко написано, что я меня нарушал. И я действовал соответственно с ними. Поэтому я повторю, что мне предъявлено обвинение не ясно. Причём ещё на начальном этапе заседания сторона защиты заявила, ряд доказательств по делу собраны с нарушениями. Адвокат уточнил, в материалах имеется диск с записью переговоров подсудимого. Эта запись велась в ходе оперативной разработки обвиняемого. По мнению защиты, это доказательство не может быть рассмотрено в ходе судебного разбирательства. Записаны аудиофайлы, якобы разговор Королёва от 1 сентября 2020 года, полученные в ходе проведения уровня наблюдения с использованием гласной аудиозаписи. При этом у страны защиты имеют основание полагать, что выше указанного аудиофайла подверглись монтаж. Защита настаивает на возвращении дела прокурору. По мнению адвокатов, в деле есть нарушение требований Уголовно-процессуального кодекса. Но судья отказал, по крайней мере, на этом этапе судебного процесса. По мнению суда, данное ходатайство может быть разрешено. После в ходе судебного следствия, после исследования, доказать. И в данном этапе судебного разбирательства суд не рассматривает данное. На следующем этапе судебного разбирательства будут исследоваться письменные материалы уголовного дела. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, 6 канал.